Скажи, пожалуйста, Мария, какой скоро будет праздник? 23 февраля. Это праздник героев. 23 февраля, День защитника Отечества. 23 февраля, День защитника Отечества. 8 марта. А еще? День отца. 23 февраля. День мужчин. День защитника Отечества. 23 февраля. Что такое Отечество? Честно, не знаю, победа после Великой Отечественной войны. Нет, не знаю. Мне кажется, это что-то для имени. Что-то я такого помню. Человека называют так. А, отчество, то есть, да? Ну, родина. По-другому, наверное. Нет. Отец. Это родина, где я живу. А День защитника Отечества – это чей праздник? Пушеского пола. Женщины – это, как считается, более слабый пол, поэтому они меньше причастны к защите Родины, и, соответственно, это праздник мужчин. Мальчиков. Не знаю, но праздник такой. Папин, дедушкин и брата. Людей, которые защищали наше Отечество во время войн. Отечество могут защищать абсолютно все, и в том числе женщины и дети. Как отмечают этот праздник? Что в этот день делают? Поздравляют всех. Ну, что-то там дарят подарки. В России же так не отмечают этот праздник. Ну, может, проводить какие-то парады. Ну, не прям такие грандиозные, но, я не знаю, на площадях что-то проводить, какие-то мероприятия, еще что-то. Ну, по-моему, парады проводятся или нет? Ну, поздравляют. В основном, мужчин почему-то, но не считают это правильным. Дарят мужчинам носки. Кстати, да, почему носки? Поздравляют пап, поздравляют братьев, дядь, дедушек. Ну, мы бы в парк пошли. Ты знаешь, кто такой герой? Герой – это тот, который, несмотря на свои страхи, совершает какие-то подвиги. Хорошо. А кто твой герой? Мои прадедушки. Это люди, которые спасают мир. Папа. Ну, человек, который совершает какие-то героические поступки. Ну, например, спасает кого-то. Или помогает кому-то. Ну, героизм – это не обязательно что-то масштабное. А кто твой герой? Мои родители, наверное. Ну, если говорить о моей жизни, то, наверное, моя тетя. Да, герой – это тот, кто спасает людей. Кто спасает и защищает нашу родину, животных. Кто твой герой? Мама, папа и дедушка. Герой – это кто спасает людей. Он делает хорошие дела. Хорошее дело – это надо подкармливать птичек, поливать растения. А кто твой герой? Папа. Какой, по-твоему, самый лучший подарок для мужчины? Что бы ты подарила вот сейчас по-имглийски? Родному брату носки. Ну, может, старшим мы обычно накрываем вкусные завтраки. И с тупцами, говорю, все. А если у тебя неограниченное количество денег, что бы ты подарила папе? Я бы дала ему, например, телефон, купила ему. А если у тебя прям много-много-много денег, что бы ты подарила папе? Машина хороша. А если, например, у тебя совсем денюжек нет, что бы ты сделала? Конфетки подарила. Какой самый лучший подарок для мужчины, на твой взгляд? Ну, мне кажется, нет такого одного шаблона. Наверное, для каждого по-разному. Смотря, чем увлекается он или его сфера деятельности и так далее, и характер. А что бы ты подарила, например, своим близким этот день? Это чтобы его дети слушались. Подарить машину. Конфетки. Рисунок нарисовать. Если бы было много денег, я бы купила билеты в Москву поехать. Ну, там, на Красную площадь. Можно пойти в парк мороженое покушать.